Здравствуйте! В студии Андрей Фадеев. Это новости Верхнекамья и вот главные темы выпуска. Когда люди хуже зверей. В Березняках мужчина прямо под окнами жилого дома избивал свою беззащитную собаку. Да иди налево, а! Куда власть-то смотрит? Где она, б***ь? Вот так понедельник. Сегодня из-за коммунальной аварии полгорода остались без воды. На лопате к успеху. В Березняках прошла самая необычная гонка этой зимы. Начнем с шокирующего случая, который уже обсуждает весь Пермский край. Жительница Березняков стала свидетелем того, как молодой мужчина жестоко избивал свою собаку, бил кулаками и запинывал ногами. Издевательство над домашним питомцем она сняла на видео из окна и выложила кадры в сеть. Увидев это, ужаснулись все. Сейчас мы просим увести детей от экранов. Кулаком со всей силы, а затем ногами. На кадрах мужчина вымещает злость на своем домашнем питомце. Добивает поводком по морде. Напрашивается вопрос, за что? Видно, что собака хоть и большая, но абсолютно не агрессивная. Бедное животное не может дать отпор. Пес сначала судорожно машет лапами, а потом смиренно поджимает их к себе и терпит. В пабликах пишут, на замечания людей тиран ответил, так надо. Вот место, похожее на то, где и произошло избиение собаки. Между домами на Мира-71 и Мира-73. Сейчас полиция проводит проверку. Важна любая информация от свидетелей. Ей можно поделиться анонимно, позвонив в дежурную часть. Эта чудовищная ситуация не осталась без внимания. Полицейские заинтересовались ей уже на краевом уровне. Публикация была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации. После этого в отделе МВД России по Березняковскому городскому округу был зарегистрирован материал проверки. В настоящий момент участковые и уполномоченные устанавливают очевидцев и участников данного инцидента. Проверка продолжается. Видео облетело весь интернет. И хоть лица видно не было, но неравнодушные люди быстро узнали подозреваемого. Это мужчина 26 лет, а собаку зовут Была. Его знакомые утверждают, такими ударами хозяин систематически воспитывал животное. Именно на моем направлении было так, что она убегала от него, он ее убивал к себе, она боялась к нему подойти. Получается, добегал до нее и воспитывал, как он это называет. То есть там уже были шлепки, и там еще поводком он ее бил. То есть, ну, это не праздно такое было. Как часто вы вот это вот видели? Ну, довольно часто. Это видео возмутило городских зоозащитников. Семен Ильин, общественный инспектор в сфере обращения с животными, изучил жуткие кадры и теперь намерен забрать собаку у тирана. Мы попробуем прийти к досудебному соглашению о выдаче добровольной собаки. То есть, есть просто потенциальные новые владельцы, которые могли бы принять эту собаку. Психолог Венера Каримова считает, что люди, которые таким образом отрываются на слабых животных, когда-то, возможно, сами страдали от жестокого обращения или нехватки внимания. Однако это не оправдание. С такими проблемами нужно учиться контролировать свои эмоции. Был бы у него под рукой более слабый человек, там, дедушка, бабушка, может, жена, ребенок, он бы их бил. А наказывая собаку без любви и причиняя ему вред, боль, ничего хорошего, он не добьется, он просто ее загубит или ее изымут у него, то собака не будет воспитан таким образом. Участковые уже знают адрес и планируют наведаться в гости к хозяину собаки сегодня вечером. Они проведут проверку и, вероятнее всего, он понесет уголовную ответственность. К слову, в Березняках такие дела возбуждают редко, примерно раз в два года. Но обидчики получают крупные штрафы или отправляются за решетку. То есть жестокое обращение с животным, лицом притянившее вред в виде боли и страданий этому животному. В нашей практике были подобные дела, и Березняковский городской суд лишил свободы одного мужчину за подобное действие на срок до шести месяцев. Обращаю внимание, что санкция данной статьи предусматривает решение свободы до трех лет. Мы продолжим следить за судьбой собаки и ее хозяина. В следующих выпусках вернемся к этой теме. Сергей Каленик, Степан Икрасов. Новости Верхниками. Сегодня утром жильцы многострадальной гостинки Ломоносова-147 экстренно эвакуировались из своих квартир. Причиной стал едкий дым, заполонивший верхние этажи. В 12-м часу утра на пульт диспетчера пожарной охраны позвонила жительница гостинки Ломоносова-147 и сообщила, что дома дышать нечем, что-то горит. Девушка живет на четвертом этаже, и ей с трехлетним ребенком потребовалась эвакуация. Другие жители этого подъезда вышли самостоятельно. Оказалось, что загорелся пластик, который выделяет ядовитый дым. Кто-то поджег пакеты с мусором на лестничной клетке. Если бы не бдительность жителей и оперативность огнеборцев, то последствия могли бы быть хуже. Пожарные инспекторы предупреждают. Горы отходов или нагромождение мебели на лестничных клетках при малейшем возгорании может стоить десятков жизней. И снова о происшествиях. В понедельник день тяжелый. Сегодня на одном и том же месте с небольшими промежутками во времени произошло аж три дорожных аварии. На часах 9.20 перекресток улиц Юбилейная Карла Маркса. Неподалеку от светофора грузовая газель лежит на боку. Передние колеса за машиной. Прямо перед ней автобус одного из предприятий. На место прибыли медики, сотрудники ГИБДД, МЧС и автоэвакуатор. По предварительной информации в районе дома 31 по улице Юбилейная данный водитель допустил наезд на препятствие. Вследствие чего автомобиль отбросило на автобус Хайгер. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля газ. Спустя полтора часа новая авария. Не поделили поворот продуктовая фура и легковой форт. Можете рассказать, что случилось? В магазину поворачивал. Если так. А давно это случилось? 10.45. Час дня. И снова аномальный участок в центре внимания. Лада врезалась в дорожный знак. Рядом Хюндай с поврежденным капотом. Причины ДТП устанавливаются. А вот в Березняковских пабликах уже предлагают даже осветить злополучный перекресток. Может быть после этого водители станут внимательнее. Сегодня в Березняках ликвидируют сразу несколько коммунальных аварий. Одна из которых оставила без воды более сотни домов и десятки социально важных объектов. До БВК не дозвонится. Линия перегружена звонками обеспокоенных горожан. А Вере Андреевой пришлось надевать рыбацкие сапоги, чтобы этот репортаж вышел в эфир. Бежит напропалую просто. Напропалую. Вот еще сеть усиливается. Самое удивительное, что мы это наблюдаем как жильцы. Не как журналисты сейчас говорю, а как жильцы. Мы это наблюдаем. Вот скоро будет сутки как. И никто не приехал, не перекрыл воду до сих пор. Посмотрите, как затопило. Уже несколько домов. К домам вообще не подступиться. Вот правда выйти из подъезда и встать в лужу по колено. Вот сейчас вот так. Примерно выглядит здесь обстановка. Вот смотрите, я взяла у лужа рыбацкие сапоги. Вот я еще что-то могу сделать. Главное не грохнуть вот, конечно, в эту лужу. Чтобы... Смотрите, глубина какая. Чтобы перейти. Как-то подойти к своему подъезду и зайти домой. Тут благодаря рыбацким сапогам. Я нас слушаю. Да иди на лево, а! Куда власть-то смотрит? Где она, м***я? Жиг. Во. А других слов сейчас у жильцов и нет. Накануне околицы буквально утонуло в грязных реках. Выйти сухим из воды, которая к 7 утра уже была повсюду, мало у кого получалось. В это утро людям пришлось на руках выносить своих питомцев на прогулку и в сырых ботинках шлепать на работу. Коммунальщикам БВК оборвали все телефоны. Не дозвониться. Оказывается, все, кто есть, устраняли совсем другую аварию на юбилейной 26А. Из-за которой без воды остались 107 жилых домов, 3 школы и 10 детсадовских корпусов. Течь в районе Мелодзе обнаружили ночью. В 4,20 краны тысяч березняковских семей пересохли. Был организован подвоз воды. Удивительно, но причина того, что полгорода пересохла, боится вот в этих двух колодцах. Даже земляные раскопки не понадобились. Там внутри камеры лопнула задвижка. Вот она лежит рядом. Несколько часов рабочие откачивали воду из колодца, чтобы добраться до поломки. К слову, народ в БВК неунывающий. Пока коллицу почти сутки заливают водой, рабочие здесь успевают еще и шутки травить. Шутники, вот вам смешно, да? Полгорода без воды, а вам смешно. Так, вот это уже провокационные вопросы. Никакам продавать не надо. Почему? Мы же не виноваты в этом. То есть вы сейчас на коллицу не отправите группу, потому что у вас одна аварийная бригада? Да, бригада будет нет. То есть там сейчас бежит и некому туда даже приехать? Вот это да. Удивительно, что на весь город, учитывая сколько коммунальных аварий у нас происходит, в Березняках всего одна аварийная бригада. Только после того, как рабочие заменят здесь задвижку, проведут дезинфекцию, промывку водопровода, возьмут пробы для исследования качества и дадут воду потребителям, а это случится не раньше 7 вечера, они отправятся на околицу устранять аварию там. Заявка в аварийно-диспетчерскую службу БВК на утечку в районе околицы поступила сегодня утром в 7.28. После устранения порыва на улице Юбилейной 26а наша аварийная бригада направится туда. Работы планируется произвести сегодня ночью. Значит, тоже будут отключения какие-то? Пока непонятно. Если того потребуется, то да, отключение возможно. Вера Андреева, Степан Никрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости верхняками. Пермский край попал в десятку лучших регионов страны по образованию, а березняковские школьники будут сдавать ЕГЭ вместе с родителями. Все подробности в рубрике «Новости коротко». Недавно Рособорнадзор обнародовал топ регионов по качеству образования. Прикамье попало в десятку лучших в России и заняло 9 место. Составляя рейтинг, учитывали результаты ЕГЭ и ОГЭ, поступление выпускников в вузы и техникумы, использование компьютеров и лабораторного оборудования в школе и работу руководства учреждений. Лидерами же этого рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Продолжу тему ЕГЭ в эту пятницу, 19 марта, в Березняковской школе номер 5 проведут государственный экзамен с родителями. Во время этой всероссийской акции старшеклассники пишут пробники ЕГЭ в обстановке максимально приближенной к реальности. При этом во время такого экзамена в классе с ними будут еще и родители, которые также вместе с детьми могут пройти это испытание. Организаторы уверены, после этого выпускники и их родители перестанут волноваться за реальную сдачу экзамена. А вот березняковские педагоги сейчас отбираются на краевой этап «Учитель года» и просят горожан помочь им стать на шаг ближе к престижной награде. Для этого всего лишь нужно оставить свой голос за учителя на сайте конкурса «уг.ира.перм.ру». Наши педагоги заявились сразу в семи номинациях. Больше всего среди березняковских участников – работников сфер дополнительного и дошкольного образования. Чтобы оставить свой голос, нужно перейти на страницу преподавателя и пролистать ее до конца вниз. Голосовать можно за нескольких учителей сразу. Новости коротко подготовила Кристина Придейна. Говорят, сладкое помогает в учебе, заставляет мозг работать активнее. Кондитерские изделия и конфеты из Белоруссии и другое продовольствие из этой дружественной страны скоро можно будет купить у ДК «Металлург». Целая делегация приехала на площадь у ДК «Металлургов». Помните, как раньше там стояли палатки с натуральным чаем, мясом и сладостями? Так вот, гости из Белоруссии снова приехали к нам. С 13 по 24 марта приходите на площадь у ДК «Металлургов» и выбирайте для своего стола натуральные продукты – мясо, сыр, чай и натуральные сладости. А мы продолжим после короткой рекламы. И совсем скоро вы узнаете, как провожали зиму в Березняках и что помогло победителям гонки на лопатах первыми прийти к финишу. Оставайтесь с нами. Нынче исторический комплекс «Усолье-Строгановская» встречал на своей территории гостей из разных уголков страны. Над замерзшей камой в небе парили около полусотни кайтов на «Строгановской миле-2021». С любителями ветра встретилась Елена Силакова. Исторический комплекс «Усолье-Строгановская» между двух берегов замерзшей камы собрались топовые лыжники и сноубордисты на чемпионате России по сноукайтингу. «Строгановская миле» проводится на замерзшей каме больше десяти лет. Нынче фестиваль длится четыре дня. Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Екатеринбург, Пермь и другие города. География участников обширная. Зарегистрировались более 70 спортсменов. Легкий мороз и ветер сделали свое дело. Из 15 гонок удалось провести 14. И это удача. Мы проводим «Строгановскую милю» уже 12 лет. И, в принципе, за все эти годы, по большому счету, если мы проводимся в Масленицу, то правила погоды нас не подводят. В принципе, не всегда бывает солнце, но всегда бывает ветер, что нам надо в первую очередь. В этом году прогноз нас также не подвел. Так что все проходит, как и планировалось. К слову, до последнего дня в турнирной таблице участники шли бок о бок. На дистанции случались и казусы. Например, у Ильи Турбаева потерялась лыжа, но молодой человек не сдался. Гонку на высокой скорости он заканчивал буквально на одной ноге. Тут рельефная местность. И уже подустал. И рельеф такой, что воткнулся в бугор. Одна лыжа отстегнулась, одна осталась. И думал, что лучше завершить гонку, чем идти обратно за лыжи. Потому что она далеко осталась от меня. Правила парусного спорта самые сложные из всех. Запланированного начала в течение дня нет. Все зависит от ветра. Как только он поднимается, спортсмены выходят на старт. А в перерыве проверяют оборудование и тренируются. Сначала гоняют лыжники, а потом на старт выходят сноубордисты. Наверняка увидели соревнования в легкой атлетике, в беге. Стартует спортсмен одновременно. Кто первый прибежал на финиш, тот молодец. Примерно так же происходит и в парусном спорте. Мы относимся к парусному спорту. То есть у нас будет одновременный старт всех участников. Они должны пройти в определенной последовательности установленную дистанцию. И кто приезжает первым, тот выигрывает. Генеральным спонсором Строгановской милии традиционно выступает компания «Уралкалий». Калийный гигант поддерживает спорт и на уровне предприятия, и на уровне города. Например, Алексей Сидоров, заместитель директора по производству 4-го Калийного, любитель покататься на горных лыжах. А нынче решил добавить к своему хобби кайт. «Уралкалий поддерживает развитие спорта, отдых и массовые мероприятия. И так же год от года поддерживает Строгановскую милю. Я рад, что это происходит на нашей земле, ну, Сольской, Березняковской. И постоянно приезжал, смотрел эти. Ну и сейчас решил попробовать тоже постигнуть эту науку, скажем. Наши спортсмены когда-то так же начинали кататься с нуля, а теперь участвуют в чемпионатах России, как Илья Турбаев, который, несмотря на случай с потерянной лыжей, занял второе место. Трое березняковских спортсменов взяли призовые места на сноуборде. Из изюминок фестиваля в этом году впервые провели гонку для детей, и первое место досталось юному спортсмену из Екатеринбурга. Елена Силакова, Степан Некрасов и Сергей Калейник. Новости Верхнекомья. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. На ближайшие 48 дней верующие откажутся от молочных и мясных продуктов, яиц, выпечки и шоколада. Однако от меда воздерживаться не придется. Его как раз можно кушать в пост. Где купить качественный продукт, расскажет Кристина Придеина. Думаю, многие из вас слышали, что мед просто уникальный по полезности продукт. Сегодня мы расскажем о некоторых его свойствах. Например, в меде содержится много витаминов, минералов, аминокислот и ферментов. А поэтому это средство нередко используют в качестве помощника при лечении самых разных недугов и заболеваний. Например, мед может нормализовать работу кишечника, желудочно-кишечного тракта, сердечной мышцы, укрепить иммунитет, помочь в борьбе с простудами и хроническими заболеваниями. А согласно последним исследованиям, благодаря меду и вовсе можно легче перенести коронавирусную инфекцию. Кстати, мед можно использовать и в косметических целях. Если, например, у вас на кону важная встреча, а на лице вылез небольшой герпес, избавиться от него можно с помощью медового компресса. Также этот нектар отлично подходит для домашнего скраба. Для этих целей лучше использовать крупнозернистые сорта, например, мед полевой. Однако выбирать, что покупать мед для красоты или для здоровья не придется. На выставке-продаже компании Сандалов можно выгодно взять все сразу. Например, при покупке 2 килограмм акционного меда вы получаете еще один на ваш выбор в подарок. В марте в акции месяца участвуют сорта меда полевой, лесной, донниковый и букет Кавказа. Их можно приобрести со скидками от 30 до 40 процентов. И цена составит всего от 250 до 420 рублей за килограмм. А также в марте у Сандаловых появилась еще одна акция. Хотите получить килограмм полевого меда в подарок? Купите любой килограмм меда, кроме сортов месяца. Медовая компания Сандалов уже приехала в Березники. Так что тем, кто хочет пополнить свои запасы, нужно поторопиться. Кировский мед можно купить в Березниках в ДК Металлургов с 13 по 19 марта. И в Соликамске в ДК Завода Урал 20 и 21 марта. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. В эти выходные по всему городу пронеслись народные масленичные гуляния. В городском парке нынче чучело не сжигали, а просто веселились. А вот где весну встречали со всеми почестями, расскажет Елена Силакова. Пожалуй, из всех праздников масленица остается самым народным после долгой зимы. Особенно нынешние морозные горожане соскучились по теплой погоде и массовым гуляниям. Так что желающих погулять на праздники, у ДК Ленина хоть отбавляй. У ДК Ленина работает 10 интерактивных площадок. И вот, например, можно перекатить блинчик такой вкусный, золотистый. И мне вот интересно, насколько он тяжелый. Сейчас пойду и проверю. Я его чуть не уронила, так что забава не из легких. Помимо блина, участникам еще нужно перетащить коромысло с ведрами на время. На самом деле, это, ну, как любые физические занятия, это трудозатратно. Но на выходные, в масленичный праздник, так скажем, взбодриться и повеселиться самое то. И, в общем, за то, что я успешно прошла дистанцию, мне дали два женточника. Пойду обменяю на блинчик. Угощают блинами в самом ДК Ленина. Как раз проголодались после конкурсов и можно перекусить. У меня есть три жетона, и как раз я сейчас своими стараниями в конкурсе накормлю всю съемочную группу. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, мне блинчики на все? Один жетон дается блинчик с чаем, и вместо сгущенки конфетка. Или дается один петушок. Отведать угощение все рады. Для этого Соня Вавилова и Лиза Игнатьева даже вступили в богатырскую схватку, но в итоге все равно победила дружба. Мы занимаемся боевыми искусствами уже 30 лет. И три года. И три года. Мы уверенно себя держим в бою и можем постоять за Русь. На самом деле тут очень хорошо, весело. Много игр. Нам нравится. Можно получить блины. Это хорошо. А пока на интерактивных площадках кипели нешуточные страсти, на сцене подвели итоги городского конкурса «Девочка весна». Уже четвертый год подряд юные участники устраивают весенний парад. Нынче награждали девочек в четырех номинациях «Малышки», «Веснушки», «Эко-наряд» и «Лучший семейный образ». Нам очень все понравилось. Большое спасибо организаторам. Мы честно не ожидали, что мы займем первое место. Очень-очень счастливы. Спасибо большое. Чудеса да и только. А еще горожане прямо на праздники могли выковать свое собственное счастье. У нас здесь приглашенные гости из Перми. Это уральские белки, клуб исторической реконструкции и фольклорная группа «Груша». А у центрального входа у нас тоже наши гости из Перми, деревня кузнецов. То есть все желающие могут подойти и совершенно бесплатно выковать себе какое-нибудь металлическое изделие от гвоздя до подковы. Сегодня у меня получилась подкова вместе с Анатолием. То есть он кузнец, он показал, как это все делается, показал пробивку. То есть думал, хорошее изделие, пойдет на дверь. У нас в основном сувенирная продукция. Допустим, очень мелкие вещи такие, ручной работы. Ну, чтобы мог человек сам сделать, там дети даже, там все маленькие. То есть они там различные ножички, подковки, цветочки, ложечки, вилочки. Все что угодно такое, но очень мелкая пластика. И как бы делаем вместе со зрителями. Ну, а завершили гуляние у ДК имени Ленина фееричным огненным шоу. И, конечно, сожгли чучело. С таким размахом, с которым встретили весну, у суровой зимы не остается шансов. Кстати, по народному поверью, если перед Масленицей были морозы, значит, лето будет солнечным. Что ж, поживем, увидим. Елена Силакова, Сергей Калейник, новости Верхнекамье. Устали от однообразных и снежных пейзажей за окном? Уже не можете дождаться наступления настоящей весны, а не календарной? Приблизить долгожданный сезон года можно уже сейчас. Начните с уюта в вашем доме. Живые цветы, генеральная уборка и новое постельное белье точно создадут то самое весеннее настроение. Кто не любит уют в доме, когда все вокруг для души? Дорогие сердцу мелочи и восхитительно уютный домашний текстиль. Порой самые теплые и яркие моменты рождаются вот из таких простых и обыденных вещей. Да, в Березнике вновь прибыли добрые помощники, которые помогают создавать уют. Прилавком конца и края не видно скатерти, подушки, мягкие пледы и более трехсот видов постельного белья. Ну просто мечта для гостеприимных хозяек. Я вообще походу какой-то постельный маньяк. В смысле белья, конечно, оторвать меня сейчас от прилавков с этими восхитительными комплектами просто нереально. Хочется все и сразу, а главное цены очень-очень заманчивые. Кстати, похоже, я тут не одна такая. Согласитесь, а ведь наволочки под одеяльники давно перестали служить нам просто чехлами для подушек и одеял. Хотите в феврале садовых хирисов? Вот оно, полюшка целая. Но сегодня покупатели буквально охотятся на эти одеяла и подушки. Таких в Березниках днем с огнем не сыщешь. Хотите по-настоящему выспаться, забыть о головных болях и всегда вставать с той ноги? Тогда срочно меняйте подушку. Кстати, вы знакомы с топерами? Это просто мечта для тех, кто всю жизнь спит на диване и мечтает о хорошем ортопедическом матрасе. Вы почувствуете разницу, выспавшись на этой тонкой перинке. Внутри топера вязкая эластичная пена, которая не продавливается и принимает форму тела. Только два дня выставка продажу постельного белья ждет вас в ДК имени Ленина. Вера Андреева, Степан Икрасов. Новости Верхниками. Напомним, в эти выходные березняковцы ели блины, праздновали масленицу и провожали зиму. Но и это еще не все. В разгар гуляний самые смелые березняковцы отважились спуститься с горы на лопатах. На этом необычном спортивном снаряде прокатилась и Екатерина Зебзеева. На первый взгляд становится страшно. Как можно спуститься с горы на лопате и остаться целым и невредимым? Но организаторы неведомой гонки в целях безопасности решили выбрать невысокую гору и не сильно крутой склон. Но поверьте, драйв от этого не потерялся. В масленицу принято веселиться, провожать зиму весело, как можно веселее. И гонка на лопатах – это тот самый драйв, то самое веселье, которое получают люди, приходя к нам. Как на серьезных состязаниях, мужчины и женщины соревнуются в своих категориях. Победу одержит тот, кто проедет дистанцию быстрее всех. У каждого участника свои секреты. Семья Вареничевых усовершенствовала свой болид, приделав к нему ледянку. Все честно, апгрейд лопат был разрешен в правилах. Мы вчера приехали сюда очень поздно. И нам ребята сказали, что завтра приезжайте, будет состязание. Все, мы здесь как штуки. Вчера случайно узнали. Отлично. И как? Как ваши впечатления? Здорово. Вообще залог успеха – это наличие лопаты, хорошее настроение и поддержка мужа и детей. Папа! 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 Кто хорошо веселится, тому можно и подкрепиться. И спортсменам, и болельщикам. Тем более повод есть. Масленица. Кому блины? Подходите, берите чай, кофе, блины. Гуляй, народ! Масленица у ворот. На солнечной поляне, близ района МЖК, участники провожали зиму, как могли. Песнями, плясками и конкурсами. Перетягивали канат и боролись мешками. Сегодня мы не только катаемся на лопатах, но и участвуем в множество конкурсов. Раздаем блины, чай, подарки сладкие для детей. Участвуем, будем сжигать масленицу. Будет круто! Покричи! Пока участники блины ели, судьи итоги подводили. Кстати, наши герои, семья Вареничевых, со своей модифицированной лопатой заняли первые места и получили сертификаты на катание на тюбингах и снегоходах. Надо в следующем году тоже поучаствовать. А в этот раз пока тренируюсь. Не зря же лопату с собой взяла. На самом деле это не так уж и страшно. Главное, доехать до финиша за самое короткое время. Екатерина Зимзеева, Степан Некрасов. Новости с верхниками. Если вы неравнодушны к жизни березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события и становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Победитель рубрики получает сертификат в ресторан на 3000 рублей. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news, собакамайл.ру или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры снимают именно с помощью смартфонов, а не профессиональных камер. Наш выпуск подошел к концу. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго. Будьте здоровы. Внимание! Открыт новый салон. Двери, окна. Кудесник. Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды – мед от компании «Сандалов». С 13 по 19 марта выставка продажа в ДК «Металлург». Вновь открылся магазин «Светофор» на улице Ключевая, 51. Совершайте покупки и участвуйте в розыгрыше супер-призов. 16 марта на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют пасмурную погоду и снег с утра до ночи. В Александровске и Кизеле минус 6 градусов. В Соликамске столбик термометра будет опускаться до минус 5. В Березняках во вторник температура воздуха ночью минус 5 градусов. В дневные часы также 5 градусов мороза. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 6 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. 16 марта солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Внимание! Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54. Стальные и межкомнатные двери, украшения и защита вашего дома. Доставка, качественный монтаж. Первым покупателям установка в подарок. Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54. С 13 по 19 марта в ДК «Металлург» выставка продажа меда от компании «Сандалов». Акция «Купи 1 килограмм акционного меда и получи килограмм полевого меда в подарок». За 2 килограмма 3 килограмм любого меда в подарок. Внимание! 15 марта вновь открывается магазин «Светофор Ключевая 51» за зданием ГИБДД. Совершай покупки весь месяц от 3000 рублей и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ждем вас!